То есть мы говорим все-таки о том, что мы фиксируем не только горизонтальный объем лоскута слизно-классичного, то есть 6 мм плюс ширина рецессии, но и высоту, опять же, опекально должно быть 3 мм над зенитом рецессии. Если их нет, тогда мы стопроцентно, вот в таблице это есть, применяем соединительный тканый трансплантат. И в этом методе тоже. Вот при латеральном перемещении соединительные тканые трансплантаты стали применять только последние 10-15 лет. До этого это была чисто однослойная методика, когда не использовали трансплантаты. Общее осложнение самое минимальное, естественно, как после любого хирургического вмешательства. Это еще раз шов. И клинический пример. Пациента 3 класс рецессии, убыль межзубного сосочка, отсутствие кератинизированной Дисней. Там не очень имело смысл оперировать, они впоследствии были удалены. И мы воспользовали ситуацию, поскольку мы только начинали лечение пациента, наличие латерально прикрепленной Дисней достаточного количества. Теперь я обращу ваше внимание по поводу того, что вы меня спросили. Обратите внимание, вот здесь, если мы отложили 3 мм, это на сосочек, да, вот из этих 6. Вот эта средняя часть, она перемещается на зенит, на саму опекальную часть рецессии вот сюда. И вот эта часть формирует дистальный сосочек. И как оказалось потом, именно в области там, где у нас опекально над зенитом рецессии должна была быть прикрепленная Дисна, анализируя, да, вот эту всю ситуацию, оказалось, что здесь те самые минимальные количества. Что, в общем, вы сейчас и увидите в дальнейшем, у этого пациента получилось 2 операции. Вот дефект. Валик, который вы обратили внимание, фактически я весь иссякла при этом вмешательстве, потому что он, кроме того, что он будет создавать такой бахромой, будет неэстетичный результат, ничего хорошего от него не было. То есть, никакой плюс ткани он бы нам не дал положительным. Формирование слизистонкастичного лоскута. Полнослойное. Вот иссеченное. Видите, то, что вы спрашивали. Вот отсюда, чуть ниже цементно-эмалевого соединения, и иссеченное полностью маргинальное Дисна. Нобилизация. Вот здесь, смотрите, очень хорошо видно. Объем прикрепленной Дисны, который будет контактировать, формировать межзубной сосочек медиальный. Объем прикрепленной Дисны, который будет формировать межзубной сосочек дистальный. И вот эта самая тоненькая полосочка прикрепленной Дисны, которая окажется апикально над рецессией. мобилизация фиксация швами обратите внимание фактически вообще нету дефекты там никакого из донорском зоне мы тут ничего даже не не подшивали не ушивали она вот так вот само по себе там зажила а там очень высокий уровень клинического прикрепения обратите внимание я хотите вам верну просто покажу там есть фотография очень специально здесь сделанная вот он представьте насколько здесь 8 миллиметров рецепсия насколько я надо коронально будет переместить мы не имеем да вот здесь вот вообще не не прикрепленные десны опекально ничего и сосочек у нас утрачен уже на 1 3 это к 3 класс все таки здесь корональное смещение было бы меньшим с меньшим бы результатом и успехом чем вот данный метод тем более что располагала к этому и ситуация с прикрепленной десной боковых до латеральные рецепсии эта ситуация через полтора года ну вот из восьми мы получили два я это все-таки отношу к тому что у нас было недостаточный объем прикрепленной десны именно в зиме в области зенита а вы теперь посмотрите это стал потихоньку восстанавливаться дистальность сосочек объяснить не могу только травмой и ответом да на хирургическую травму да а и мы выполнили второй этап операции как просто корональное смещение теперь у нас есть все условия прикрепленная десна хорошие сосочки достаточный объем тканей мы не никак и мне ничего не подшивая ни пластическим материалом не трансплантатами не пользовались просто переместили свои собственные ткани вот таким вот образом ну вот и все два этапа через год мы делали операцию это связано не с клиническими пациент живет в якутии просто и он приезжает только развод через три месяца можно было бы уже делать следующий нет у нее биодеградация все-таки более длительная поэтому через полгода абсолютно вся обработка поверхности корня протокол тут же самый он везде один один осталось вот образе на поверхности уже все-таки в пределах цементной эмали на границе я считаю что вот при таком клиническом случае при такой рецессии как она здесь была у пациента почти 8 миллиметров это благоприятный клинический исход но во всяком случае он очень доволен остался еще есть такой метод он всегда очень показателен измерять не глубину рецессии потому что иногда мы можем где-то за счет некариозных поражений наличили каких-то реставраций цементной эмалиевы соединения быть смазана не всегда очень четко мы можем его определить бывают такие клинические ситуации а вот есть такой метод измерения расстояния от режущего края до десны и тогда вы до операции если его измерили и через какое-то время после операции вы видите если реально рецидив или какой-то неуспех или насколько у вас устранена рецессия и поверхность закрытия корня можно рассчитать именно вот из этого показателя они из глубины рецессии которые мы отмечаем градуерным зондом потому что все-таки зубы более статичный вопрос чем цементное эмалевое соединение но это да до после как у него стало вот еще один пример латерального перемещения на нижней челюсти здесь два фактора сопутствующих неблагоприятных в этой клинической ситуации это уздечка нижней губы и курение чудовищное вообще в чудовищном количестве молодая девушка но в общем она конечно не выдержала рекомендации по отказу от курения хотя бы на сутки после операции но по ее слизистой видно да что она такой уже заядлой курище можно было выбрать два варианта либо сделать свободный десневой трансплантат устранить устечку прооперировать до эпитализировать вот эту поверхность установить трансплантат прекрасного при такой одиночной рецессии прижился бы да и мы решили пойти по методу латерального перемещения поскольку все-таки мне показалось не очень и честно я с ее курением я очень боялась за трансплантат потому что она конечно с гигиеной с у меня там была битва это глубина почти сколько четыре с половиной миллиметра сосочек ширина рецессии всего два миллиметра с половиной чем интересен данный курс мы с вами живем во времена когда нас прессингуют в части необходимости применения современных импортозамещающих технологий вот здесь сидит очень такой уже преданный нам доктор зульфия гунисова которая работает много много лет только в одной и той же поликлинике стоматологической города санкт-петербург есть еще один доктор людмила александровна которую я не знаю сколько знаю но наверное 25 до наверное примерно так и вот и могу сказать что она тоже верный верный такой преданный доктор поликлинического комплекса но она тоже она интересовалась она искала новые пути применение каких-то новых технологий и сказали но года через полтора мы может быть это купим поэтому то что сегодня представила мария она на самом деле уже практически без пяти минут ученый кандидат медицинских наук у нее есть патенты на те материалы о которых она сегодня рассказывала мне очень большой клинический опыт применения этих препаратов они не заметили фразу да сама сказал а я ничем другим кроме этих материалов не пользуюсь значит мы можем доверять всецело тому что она нам сегодня сказала и конечно это маленькая часть того что она на самом деле делает свои практики поэтому я желаю вам всяческих успехов и спасибо вам что вы так мужественно выдержали сегодняшний марафон спасибо алексею спасибо екатерине спасибо анастасии спасибо где даша даши я так понимаю что у нее сегодня боевое освещение спасибо всем стоматологам и не стоматологам которые сегодня провели целый день вот здесь вот да еще и в день стоматолога почти в день стоматолога поэтому мы вас всех поздравляем еще раз днем нашей любимой специальности и желаем вам успехов здравствуйте меня зовут андрей владимирович налегов великолепно подача информации организация проведения и с удовольствием посещу и буду посещать в дальнейшем циклы спасибо мария александровна алексей николаевич мастер-класс прошел замечательно мария александровна как всегда умничка все доходчиво объяснила и как она это все пыталась максимально изложить всю информацию чтобы это было доходчиво нам спасибо большим организатором приходите не пожалеете все было хорошо на высшем уроке